Если это какие-то беспорядки, но я могу вам сказать так, что с 8 по 20 декабря сборная команды России в составе 12 спортсменов влетает в место расположения рядом с Олимпийской красой, где будет проведен адаптационный период. Это научная работа будет совместно с ЭКР, будет присутствовать наука, будет два этапа заезда, то есть изначально люди заедут ровно на 12 дней, затем вторая половина славянных профиков подъезжает в неделю. Мы хотим обследовать два периода заезда в связи с тем, что профики закончили тур-то-транс и перемещаться не смогут, так как мы хотели, чтобы своевременно пройти адаптацию. Наука сделает там предложения, замечания, рекомендации свои, ну, руководство и цели. А спортсмены посмотрят все трассы, которые там существуют. Спасибо. Могу добавить, потому что в этом году, вот мы в феврале месяце, Вячеслав Якимов был, и я там был. Игорь Викторович Макаров организовал поездку, смотрели трассу. И потом мы смотрели, также участвовали в гонке предолимпийской в августе месяце. Вместе Дмитрий Конышев присутствовал тоже, спортивный директор национальной спорной. И, честно говоря, беспорядков там не было никаких, было очень больший порядок был в организации, все очень здорово было организовано. Но по трассе можно сказать одно, что трасса более чем сверхтяжелая. Она подходит исключительно к чистым горнякам и людям, которые технически очень грамотно могут проходить спуски. То есть, серьезная гора, серьезный спуск. И я думаю, что это будет Олимпиада такого формата, которого мы еще до сих не видели. То есть, это настоящая будет жесткая горняцкая гонка. Спасибо.